МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэттер. Интернет-версия программы доступна на сайте www.meter12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Дарья Разинова. К столетию марийской автономии в Ишкар-Але завершат строительство набережной Малой Кокшаги, а также реконструируют перинатальный центр. Об этом стало известно по итогам заседания Федерального организационного комитета по празднованию юбилея республики. Оно прошло накануне в Москве под председательством Виталия Мутко. В рабочем совещании принял участие глава МРИЭЛ Александр Евстифеев. Строительство набережной, которая должна превратиться в одну из главных площадок празднования юбилейной даты, будет вестись при поддержке федерального бюджета. А перинатальный центр Ишкар-Алы будет не только отремонтирован, но и оснащен высокотехнологичным современным оборудованием. Оба проекта будут реализованы к 2020 году. Также силами республики будет вестись реконструкция объектов культуры и спорта, которые будут задействованы в праздновании юбилея. Часть объектов уже приводится или приведена в порядок. Это музыкальное училище, драматический театр имени Шкитана, республиканская библиотека и усадьбы Шереметьевых. Напомню, вековой юбилей Морийской национальной автономии регион отметит в 2020 году. Подготовка к важному событию в жизни республики проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Верховный суд Мариел подтвердил законность судебного решения по уголовному делу о гибели 15 пассажиров маршрутного автобуса Ишкар-Ала-Юрина. Напомню, трагическое ДТП произошло в ноябре прошлого года. На 64-м километре Казмодемьянского тракта микроавтобус «Мерседес» столкнулся с лесовозом, прицеп которого занесло на скользкой дороге. В результате аварии водитель микроавтобуса, а также 14 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, погибли на месте. Тяжелую травму получили еще 4 человека, трое из которых – дети. В августе нынешнего года Медведевский районный суд признал виновными в аварии водителя лесовоза и его арендатора. 52-летний мужчина, бывший за рулем, получил наказание в виде 6 лет и 5 месяцев лишения свободы. Арендатор был приговорен к 6 годам и 9 месяцам заключения в колонии-поселении. Кроме того, по решению суда было взыскано 4,5 миллиона рублей в пользу потерпевших. Приговор суда, вступив в законную силу, сообщили в прокуратуре республики. Прививайся, если хочешь быть здоров. По прогнозам, в нынешнем эпицезоне в Мариел вероятно будут циркулировать два новых штамма вируса гриппа – Сингапур и Колорадо, а также Мичиган, известный ранее. В случае сражения болезнь может проходить тяжело, и у тех, кто не сделал прививку от гриппа, вероятность заболеть весьма высока. Сама эпидемия, она, как правило, укладывается в 5-6 недель, все-таки придется на февраль месяц. Если оценивать эпидемиологическую ситуацию на текущий момент, я могу сказать, что она является относительно спокойной. Мы еженедельно регистрируем свыше 3000 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Случаев заболеваний гриппа не зарегистрировано. Могу отметить, что текущая эпидемиологическая ситуация, она характерна для данного времени года. И наш микробологический пейзаж, или так называемый мониторинг, свидетельствует о том, что у нас среди населения на сегодня циркулируют вирусы негриппозной теологии. Это вирусы парагриппа, аденовирус, риносенциальный вирус. Отмечу, что на сегодняшний день в Мариел уже привито 125 тысяч человек. Из них 36 тысяч дети. В срок до 15 ноября в регион поступит вторая партия отечественной вакцины «Совигрипп». Эта вакцина без консервантов обладает высокой иммуногенностью и практически не дает никаких осложнений. Всего планируется привить около 270 тысяч человек, что составляет около 40% населения нашей республики. В Мариел взят курс на религиозное просвещение. Первая школа для обучения марийских жрецов, национальных священнослужителей заработала в полную силу. На обучающий курс марийской традиционной религии съехались представители разных регионов России. Если раньше процесс посвящения в карты проходил неформально, ритуальные знания передавали из уст в уста, то сейчас образовательный процесс встал на современные рельсы. Это не традиционные марийские моления, а своего рода учеба. Курс марийской традиционной религии впервые организован на территории Мариел. Более 20 человек не только из нашей республики, а еще из Татарстана, Башкирии, Приуралия, там, где сегодня компактно проживает народ Мари, стали первыми участниками религиозного курса. Кстати, каждого слушателя сюда привели свои жизненные цели и задачи. Каждый идет туда со своей целью. Кто-то будет в дальнейшем проводить моления, может проводить, кто-то так для себя, кто-то свое семейное моление проводить. Ну, дома так помолиться, чтобы было все, чтобы все правильно. Я, наверное, скорее всего для себя. На моления я ходил с детства, вот, и сейчас вот помогаю как помощник на молениях. А тут более глубже изучаем, потому что, ну вот, интересно все. Учебный план курса расписан практически на год. Ученикам предстоит изучать основы марийского языка, культуры, этнопсихологии, а также менеджмента и юриспруденции. Лекции читают ученые марнияли, вузов и религиозные наставники. Первый цикл заочных лекций уже завершен. Сейчас наступило время практических занятий. Действующие карты Мариел в молельных рощах на деле рассказывают основы традиционной религии. Надо знать, что, допустим, как везде в храмах, когда люди заходят, тут не сквернословить, не курить, в пьяном виде не появляться. Марицы знали заранее, что они владели такими сакральными знаниями. Они знали закон природы, какая погода сухая или влажная будет. И всегда молились. Они очень близки были к богам. Как отмечают в Йошкаролинской общине, слушателей курса ждут не только рефераты, зачеты, но и экзамены. В конце обучения диплом государственного образца по специальности специалист в сфере национальных и религиозных отношений. В итоге человек с таким образованием может возглавлять и развивать морейские общины, быть картам или заниматься национальными вопросами в муниципальных администрациях. Здесь готовят самых настоящих управленцев общины народа Мари. Приверженцы данной религии хотят изучать законодательство, историю, традицию нашей религии поглубже. Сюда просто с улицы человек не приходит. Это те, кто на самом деле испокон веков придерживается своей традиции. Я тоже являюсь жрецом удмуртским и поэтому приехал посмотреть, как проводится у вас здесь моление. Поделиться, может быть, каким-то своим опытом, перенять опыт вашей культуры и потом приеду к себе на родину, буду тоже делиться какими-то знаниями новыми, которые здесь получил в ходе этого моления. Поскольку цикл занятий достаточно длинный, у всех слушателей курса есть возможность новые знания уложить за год в голове по полочкам. В следующий раз они соберутся вместе 21 октября на всемарийских молениях в Куженерском районе. А затем снова будет теория, снова практика. В таком темпе обучение будет проходить до июня следующего года. Сегодня в Национальной художественной галерее любителям искусства представлены сокровища живописи из фонда Русского музея. Эта выставка имеет все шансы стать одним из главных культурных событий года в Мариел. Впрочем, насладившись шедеврами классиков и сообразительного искусства, можно отправиться в театр или на концерт. Подробнее в нашей афише. Свершилась живопись 18-го, начало 20-го веков, а это около 60 полотен в Ешкар-Але. Ближайшие 4 месяца на расстоянии вытянутой руки – сокровища Русского музея. Живописные работы из фонда и постоянной экспозиции Государственного музея Санкт-Петербурга будут доступны и шкаролинцам и гостям столицы в ближайшие 4 месяца. Самое время подумать об экскурсии, большим коллективам записаться на них. Попасть на экспозицию из века в век сокровища Русского музея вы можете в обычное время работы галереи национальной художественной. Выходной день – понедельник, но если вы захотите прийти большой компанией и заранее записаться на экскурсию, то вы можете и в понедельник посетить эту изумительную выставку. От живописи к изобретательству и научным познаниям. 19 октября в Республиканском музее изобразительных искусств стартуют сразу два проекта. Оба рассчитаны на любознательных детей. В Музее истории города 19 октября в 10 часов состоится встреча с ветеранами железнодорожной отрасли в рамках круглой даты. 90 лет прошло с той поры, как в Яшкар-Алу прибыл первый пассажирский поезд. 22 октября в 14 часов в музее состоится встреча, которая посвящена 30-летию поискового движения в России. 23 октября в 15 часов у нас состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. В воскресенье 21 октября в 10.30 в Музее истории города продолжаются семейные выходные. Паночка подняла свою ножку, и как он увидел ее белую, ногу, нежную ножку, а, как говорят, чар его и шаловил. Мистификация на сцене Театра кукол. Постановка для взрослых «Паночка» по мотивам повести Гоголя Ви – это современное режиссерское видение классической пьесы, рассчитанное на новое зрительское восприятие. Создатели обещают, равнодушных в зале к событиям на сцене не будет. Какой детский театр без кукол? Для малышей выходные сразу три постановки. В воскресенье начинается пока спектакли для семейного просмотра. Вместе с родителями на постановку приглашаются ребята от 8 лет и старше. Это новый проект этого сезона, вызывающий много тем для дальнейшего обсуждения. Я поставила пятерку нашим артистам за то, что ни один зритель не посмотрел в гаджет. Вот сколько я наблюдала спектаклей, ни один из школьников, самых сложных зрителей в театре, не достает телефон. Он все время наблюдает, что же происходит на сцене. А разгуляться, послушать хоровое пение, народные инструменты можно будет в эту субботу в Театре драмы имени Шкетана в рамках фестиваля искусств «Марийская осень-2018» на сцене гости. Фольклорный ансамбль казачьей песни «Православный Дон» вместе с Государственным оркестром народных инструментов Марии Кундем представят новую программу. Не торопит казак своего скакуна. Любовь – это когда 60-й год. Любовь – это когда с любовью. Без любви. Без любви. О вечной любви или ошибках молодости на сцене Театра имени Константинова в эту пятницу мелодрама «Валентина в день». Выходные, две комедийные постановки и, конечно, спектакль для юного зрителя. Не простой, а музыкальный. Поставить на паузу всю суету предстоящей рабочей недели и окунуться в мир оперы. Место встречи неизменно. Театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. На сцене 25 октября «Мадам Баттерфляй» на итальянском языке. В обновленном большом концертном зале Музучилища 25 октября концерт «Шутка» от Государственного оркестра Марии Кунде. Музыкальный каламбур – это новое амплуа артистов, которые обещают повеселить зрителей. Музыкальный каламбур – это очень интересный концерт. Вообще его идея родилась весной, когда случилось 1 апреля. И тогда мы впервые поняли, что наши музыканты, в частности наш оркестр Марии Кунде – это великолепные юмористы, музыкальные юмористы. Расширить кругозор, получить эстетическое удовольствие и быть в курсе культурных событий Шкаралы. Наш мир постоянно меняется. Позвольте себе прикоснуться к искусству лично. Когда имя – это история, а личные вещи – экспонаты. В Республиканской детско-юношеской библиотеке состоялось торжественное открытие литературно-мемориального зала имени Валентина Христофоровича Колумба – писателя, поэта, переводчика, журналиста. При жизни на изданиях книг Колумба, фотографии, личные вещи – около полусотни уникальных экспонатов теперь выставлены в центре Ишкаралы. В литературно-мемориальном зале воссозданы элементы эпохи начала 20 века, в которой жил и творил классик. Помощь в открытии памятного зала оказали Министерство культуры, печати и по делам национальности Республики МРИЛ, а также Национальный музей имени Евсеева, музей города Ишкаралы и Государственный архив Республики. Я думаю, что если ребенок, побывав в зале Колумба, уже навсегда запомнит, кто это такой, потому что часто дети раньше путали, что это открыватель Америки, но я думаю, что они должны знать, кто такой Валентина Христофоровича Колумба. И мероприятия будут оцениваны на то, чтобы пропагандировать не только его творчество, но и творчество марийских известных писателей и поэтов. Мы должны думать и обязаны думать о подрастающем поколении. Мы обязаны воспитывать сегодня в творческих ребятах, в творческих наших лидерах детства желание творить, желание писать тем у тех ребят, у которых это желание есть. И придя в этот зал, совершенно понятно, что творческий ребенок, он окунет в совершенно необычную обстановку. Присев на диван, на котором сидел когда-то Валентин Колумб своими коллегами, говорил о творчестве, ему обязательно передастся этот дух, это совершенно ощущение вот этого творчества. И думаю, что какие-то строки обязательно родятся у творческого ребенка. Напомню, что с 1988 года детско-юношеская библиотека носит имя марийского поэта-новатора Валентина Колумба. В новом здании будут проходить лекции, тематические литературные гостиные, экскурсии, образовательные уроки для школьников. По сути, это современная площадка для обмена опытом и использования современных информационных и коммуникационных технологий в работе с детьми. Первое тематическое событие состоялось в день открытия зала «Молодежное чтение. Время читать», посвященное цифрофизации современной библиотеки. Это были новости на телеканале Мэтр. Выпуски на Мариинском языке смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте metr12.ru на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканалов в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин